Единственные в России косолапые канатоходцы приехали в уральскую столицу. На манеже Екатеринбургского цирка репетируют уникальные номера. Вместе с медведями на арене страусы они готовятся к скачкам, а кенгуру отрабатывают боксерские приемы. Экстремальные подробности у Юлия Сташовой. По канату Юля ходит как по струнке. Медведица – опытная артистка. Даже в пяти метрах над землей твердо стоит на лапах. Все трюки косолапая акробатка выполняет без страховки. Дрессировщики говорят, бесстрашивая этих животных в крови. А держать равновесие их учат годами. Первый раз мы ставим канат на высоте вот такой, как барьер, полметра. И начинаем их водить. Девочки у меня, две девчонки, одна передние лапы ведет, ставит. Как ребенка маленького. Потом он начинает уже сам. Одну лапку отпускаем, вторую, третью. Вот он как только научился здесь ходить, вот тогда мы его на страховке поднимаем наверх. А в этом трюке главное не выше, а быстрее. Страусиные бега, своеобразный конек, да цирковые трупы. Одна беда жалуются реездники. Такой транспорт может ехать только прямо. Чтобы заставить птицу свернуть с пути, приходится идти на хитрость. Пугать ее погремушками, хлыстом. Но пернатые на такое обращение не обижаются. В них вообще, говорят артисты, куриные мозги. Любая информация там хранится всего 15 секунд. Единственное, что они запоминают, это лица дрессировщиков. Нас, в принципе, помнят. Кого-то из нас, бывает, недолюбливают, но вот он на меня опыта. Чаще реагирует, бывает, хрипит. Короче, нервничать начинает. А сумчатым артистам приходится драться за еду. Этот бой без проблем.